Наконец-то на Яндекс.Зен появилась долгожданная возможность просматривать, какие же статьи у вас что-то нарушили. Ну то есть, раньше, когда у вас что-то, какая-то статья нарушала, возможно, которая давно уже была вами опубликована, то вы об этом, возможно, часто и вообще не узнавали, потому что было невозможно узнать. Алгоритмы Яндекс.Зен были устроены так, что статья перестает крутиться, а ты не понимаешь, то ли она ограничена, то ли просто у нее кончились заинтересованные читатели. Приходилось по поводу конкретной каждой статьи писать в поддержку и говорить, так и так, не могли бы вы сказать, а ограничена ли у меня статья, или просто вы перестали ее крутить, и тебе отвечали что-то вроде там, о, с вашей статьей все в порядке, а ты такой, ну как же так, у статьи всего 30 показов, что это такое? Нет-нет, все в порядке, отвечали они, все хорошо, продолжайте писать больше и лучше, и обязательно вас настигнет успех. Вот, теперь, конечно, такого быть не должно, но, как вы понимаете, все не так гладко. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Ну а сперва небольшая реклама. Вот я живу в Петербурге, а климат, как вы знаете, здесь не самый простой. И раньше я мог сходить в какую-нибудь аптеку, набрать себе витаминок, чтобы хорошо себя чувствовать, или какие-нибудь важные для меня средства личной гигиены, но потом бах, и все позакрывали. Ходить или уж тем более стоять в очередях стало не так безопасно. И тогда я стал искать какую-нибудь надежную аптеку, у которой есть доставка. После изучения многих вариантов, я открыл для себя Сбер Еаптека. Если что, у них есть удобное мобильное приложение, если что, у них есть доставка 24 на 7. И самое главное, по промокоду в описании вы можете получить 20% скидку на первый заказ до 5000 рублей. Заказ должен быть от 500 рублей. В общем, это выгодно, промокод в описании. В общем-то, это и удобно, если вы заказываете доставку. Никаких вам очередей и нервотрепки. В общем, Сбер Еаптека. На самом деле, смотреть предупреждения возможность была и раньше. Просто она распространялась только на авторов Нирваны, и только на некоторых авторов из тестовой группы, которым это позволили смотреть. Мне повезло, я как раз был из этой, скажем так, тестовой группы. То есть в Нирване я никогда не состоял, но у меня была возможность на одном из каналов, Игорь Кретов, смотреть эти самые предупреждения. Не могу сказать, что они мне очень сильно помогли, ну потому что за все время у меня было только одно предупреждение. Там было написано кликбейт. Статья, если я не ошибаюсь, ну я вам потом ее покажу. Называлось как-то так, почему нельзя занимать место в кафе, пока вы еще не взяли еду. Ну что-то вроде того, потом посмотрим более точно. Ну так вот, после того, как мне написали, что это кликбейт, я исправил заголовок, ничего не изменилось. Я написал опять, мне говорили, ну все равно кликбейт. А в самом предупреждении даже заголовок не менялся. То есть вот как там висел изначальный вариант, так он и оставался. Никакие изменения там не отображались. Возможно, система что-то не очень работала. Я даже название кардинально поменял, но в предупреждениях осталось старое. В общем, очень странно. Возможно, что-то там пофиксили. И возможно, сейчас это работает лучше. Ну так давайте смотреть и наслаждаться. Статья о том, что уведомление о нарушениях, доступны блогерам Дзена, вышло на самом журнале Яндекс.Дзена. То есть это официальный источник. Вышла она три дня назад, то есть 15 июля. Вот о чем они пишут? О том, что все блогеры смогут узнать о нарушениях. Вот предупреждение. Они даже показывают, что вот здесь товарные виджеты отключены. Здесь в статье заимствованный контент. Ну то есть все идеально. Но так ли это идеально на практике? Давайте посмотрим. То есть у меня на двух каналах я нашел ограничения. Хочу вам это показать. Как это вообще выглядит. То есть, вот, давайте посмотрим первый канал. Канал игр кретов. В основном я на него публиковал какие-то видосы в последнее время. Но даже несмотря на это, последняя статья неплохо зашла. Ну да ладно, дело не в статье, а в том, какие у нас есть ограничения. Давайте перейдем. Нужно кликнуть по вкладке с аватаркой, нажать предупреждение. И появятся вот эти самые предупреждения. Здесь у нас три предупреждения. Первое про биодобавки. Здесь в принципе все понятно. Я даже согласен. Это появилось, кстати, еще давно, 25 декабря. То есть, никогда не вбили из тестового режима в полноценный режим. Медицинская тематика. Ладно, все понятно. Пускай будет коллаген, это медицинская тематика. Дальше смотрим. Вот та самая статья. Почему нельзя занимать место в кафе до тех пор, пока ты не купил еду. Кликбейт. На самом деле, такой статьи уже не существует. Я ее много раз переименовывал, но сама по себе она здесь так и называется. Вот она. Почему я стараюсь не занимать столик в кафе, пока не купил еду. Совсем уже другое название. Почему я стараюсь. То есть, я про себя уже пишу. Почему столик в кафе, пока я не купил еду. Я рассказываю о том, почему я это делаю. То есть, это уже явно не кликбейт. Здесь 420, 7160. Непонятно, ограничена она или не ограничена. Ну, то есть, показатели это уже чуть получше, чем были. Но, тем не менее, вот в этих предупреждениях она продолжает висеть. Что это кликбейт? Ладно. Может быть, какой-то глюк. Это, опять же, было до того, как закончился тестовый режим, и он стал полноценным. Но вот это вот появилось совсем недавно. 2 июня. У нас здесь написано «Откровенный контент». Обзор пневматической винтовки у нас «Откровенный контент». Ну, то есть, там нет ничего. Вот даже по превьюшке можно увидеть. Что здесь просто рука, которая держит цевьё. И, в принципе, там крупным планом просто показаны разные детали. Но это откровенный контент, по их мнению. Собственно, сейчас я буду писать в поддержку и говорить так и так. Что за фигня? Вот. И второй канал, который у меня есть, исторический. Она опубликована 6 сентября. Но, на самом деле, я её недавно редактировал. Когда адаптировал её для Пульса, то заметил очень много грубых ошибок. И не мог просто не оставить. В общем, исправил статью. И получилось так, что у меня появилось тут предупреждение. Что здесь есть ненормативная лексика. Может быть, фамилию этого ветерана они посчитали ненормативной лексикой. Может быть, ещё что-то. Ну, я решил написать им в поддержку и посмотреть. Написал я следующее. В общем, написал и отправил. Посмотрим, что они на это ответят. На данный момент мне просто написали, мы получили ваше обращение, его номер такой-то, такой-то. В ближайшее время вернёмся с ответом. В конце этого видео я прикреплю то, что они мне ответили. Если они ответят сегодня, я как раз домонтирую это видео и прикреплю этот ответ. Вот. Тут ещё важно отметить, что возможность смотреть предупреждение есть не у всех авторов. Если канал заблокирован, если канал рекомендуется только подписчикам, если у него отключена монетизация, то предупреждение не появится. Так что, по факту, это опять возможность не для всех, но хотя бы уже для большинства, хотя бы уже что-то. Но теперь, когда они включили эту возможность, мы в своём большинстве можем видеть, какими надуманными и абсурдными могут быть их обвинения. Ну, то есть, что это такое? Нецензурная лексика в исторической статье, да там даже слова плохого ни одного нет. Якобы откровенный контент в обзоре на пневматику, что за абсурд. Ну, то есть, что они там тестили, что исправляли, не совсем понятно. Вот сейчас вот как раз есть возможность им нормально потестить, когда авторы напишут, что, блин, за фигня, почему у меня вот здесь предупреждение, почему здесь раньше-то мы не знали, раньше-то мы этого не видели. А вот сейчас даже старые статьи, то есть, раньше была возможность только посмотреть, увидеть, что статья не крутится. Но если статья была там в самом-самом начале, а у вас на канале сотни статей, то как это было провернуть? А сейчас можно провернуть, вот смотришь, какая у тебя статья, она ограничена, смотришь это абсурдное обвинение и пишешь, где у меня, блин, откровенный контент в обзоре на пневматику. Пожалуйста, найдите, покажите. Или где у меня там нецензурная лексика в исторической статье, ну-ка покажите, пожалуйста. Боюсь только, что они всегда найдут, что ответить. Но, по крайней мере, сейчас у нас будет возможность ткнуть носом поддержку в какие-то несоответствия. Вот. А дальше посмотрим. В общем, в итоге, ближайшее время немного затянулось, я им написал свой вопрос где-то 18 июля, то есть, это было воскресенье. В воскресенье, может быть, они не работали, ответа не было, но в понедельник ответа также не было, сегодня вторник, ответа всё также нет. Ну и, собственно, мне надо уже выпускать видео, но я думаю, что вам в следующих видео своих покажу то, что они ответили, и, надеюсь, вот как бы предупреждения снимут. На данный момент эти предупреждения продолжают там висеть, на данный момент я на двух каналах задал этот вопрос, почему у меня на историческом канале стоит ненормативная лексика, которой там нет, и почему у меня в обзоре пневматики стоит предупреждение на откровенный контент. Ну, а у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok